Я не думаю, что вы те люди, которые просто запоминают положение. Да, подумайте, почему именно этот знак? Если брать Тельца и Весы, то логично, что Сатурн больше выберет Весы, так как это такой знак разносторонний в плане его направления. То есть Весы могут быть как очень земными, и теми, кто налаживает связи, партнерские отношения. Но при этом Весы, да, они очень разносторонние, они могут быть очень материальными и очень духовными. То есть у них обе грани вот эти раскрываются. И как бы они ищут вот эту золотую середину. И вот эта широта этого знака, она как раз вот хороша для Сатурна. В нем тоже есть, да, вот такие свойства. А вот Телец, он больше, да, земной. Так, что тут еще пишут? Равновесие отношения. Потому что там он может быть справедливым. В Весах именно. А думаете, в Стрельце он не может быть справедливым? У нас Стрелец тоже любит за справедливость. Или, не знаю, Козерог тот же. Водолей, кстати, неплохо бы подошел. Вот если сравнить, например, Весы и Водолея, у Водолея тоже есть вот эта широта восприятия, коммуникабельность, чувство долга сатурнянское. И почему бы ему там тоже не поэкзальтировать? Водолей. Тем более, это его знак. Равновесные отношения. Ну да, Сатурн любит равновесие. Но вы знаете, тогда Дева бы подошла еще лучше. Потому что Дева, она мыслит от интеллекта, она все уравнивает. Как вот вчера мы смотрели положение. Венера, она больше поддается эмоциям и чувствам. И может быть не объективна. Потому что Сатурн крайности не любит. Ну вы знаете, Весы это самый большой знак вообще всех крайностей. Потому что люди постоянно из одной стороны в другую. их перекрывают. Иногда вообще непонятно, чем Весы будут заниматься в следующем году. Нет перегиба между духовным и материальным. На самом деле, вот тоже, да, здесь он как раз есть. У Весов вот именно отсутствует главная характеристика этого знака. Чувство меры, которое должно быть. В наше время Весы ему очень нелегко приходится. Может быть, в те времена они были как-то сбалансированы. Строгость, холодность. Но Весы точно не строгие и не холодные. Так. Весы Сатурн делают мягче. Вот это да, это неплохо. Потому что Меркурий, он как бы усиливает те же качества. Ну, а Венера, она все-таки раскрывает его немножко с других сторон. Да, есть. Через стремление в коммуникацию к людям, отдачу любви, можно служить людям. Сатурн любит служение. Ну, Венера, в принципе, тоже. Весы дипломаты. В Весах отсекает все лишнее. Сатурну просто достались Весы. Весы справедливы. Но мне на самом деле, по логике это напоминает так, что Сатурн, во-первых, ни с кем не соединяется. Он всегда сам по себе. И все равно, если у вас в Весах стоит Сатурн, то ваша Венера сатурнянская. Это не Сатурн становится венерианским. Он не может вообще становиться чем-либо. Он настолько цельный, что он просто какие-то приобретает качества Венеры, но суть его остается прежней. А вот Венера, например, сильно меняется. И если предположить, что Сатурн – это судья, то мы начинаем думать, что, интересно, судья с собой возьмет на работу. Если он возьмет Овна, то понятно, что Овен может наброситься на кого-нибудь. Да, и тут нерационален будет Сатурн. Близнецы просто его введут в замешательство. Дева сделает его слишком строгим. Лев тоже создаст в нем такое, знаете. Если по этой логике посмотреть, если честно, весы никак не улучшают Сатурн. Они просто дают ему большие возможности, где развернуться, как аэродром для самолета. То есть судья берет с собой весы и на чашу весов складывает те факты, которые он видит. И он может выбирать между духовным и материальным, но весы никогда не будут наравне, они всегда где-то перевешивают. И он может этим пользоваться. То есть благодаря Венере он может посмотреть на все не с точки зрения только своих вот этих моральных принципов, но все-таки он включает здесь сердце. То есть это судья, у которого есть сердце, у которого есть помимо духовного еще и материальный аспект, то чего не хватает Сатурну, он иногда бывает прям вот занимает какую-то одну сторону. А так как весы это знак, который вообще просто вот он может быть в любой точке, то это является для Сатурна самым широким знаком, ну в плане взаимодействия с реальностью. И здесь, да, он может дать больше, чем Водолей, потому что Водолей все равно сатурнянский. Сатурн на работу возьмет дипломатичные весы и разрешит им проявлять любовь. Красиво. Верность и преданность в партнерстве. Да, все уравнивается. Он понимает, что через седьмой дом можно действительно многие вопросы решить. И заметьте еще такой момент, что именно в седьмом доме у Сатурна дикбала повышенная сила по направлению. Потому что он любит, когда каждый занимается своим делом. Да, а седьмой дом как раз об этом. Получается, что в плане характера такие люди, они все равно более консервативны и более сатурнянские. Все-таки Сатурн в экзальтации. И только здесь такие люди, они не зацикливаются на мелочах. Они смотрят очень широко и как бы они здесь проще отпускают. То есть они становятся, я вам так скажу, в плане коммуникации они конечно же внешне становятся более мягкими. Но внутри у них присутствует экзальтированный Сатурн, который все поддает, подчиняет как бы вот этой мере вещей, вот этим весам и такой великий уравнитель внутри. И этот человек продолжает быть концептуальным все равно. Но только он может сглаживать углы, не сразу делать выводы. Он может как-то сыграть. Венера это все-таки актерское. Это соединение политиков, которые могут иногда даже создавать какую-то иллюзию. Поэтому Сатурну, чтобы больше получить данных о человеке, он конечно же включает свою сердечную чакру, Венеру, уже погружается в самого человека и начинает узнавать о нем больше. Не делая выводы только по его действиям. Вот Сатурн, он реально решает судьбу человека чисто по его действиям. Как человек сделал, как он свою карму реализовал, вот такой человек. Здесь же он смотрит глубже, он смотрит на намерение человека, на его вот внутреннюю мораль, насколько у него сердце открыто. То есть у Сатурна открывается какая-то новая грань восприятия здесь. И это выглядит так, что вот когда я замечал людей с Сатурном в экзальтации, особенно в первом доме, они выглядят снаружи очень-очень строгими, консервативными и достаточно жесткими. Но если посмотреть на их телодвижение и на их речь, то мы видим Венеру. И почему-то я замечал, что такие люди хотят казаться более сатурнянскими, чем они есть. И это минус Сатурна. То есть мы видим, что человек мягкий, достаточно гибкий, а он начинает создавать для нас такой образ, как будто он такой, знаете, типа, ну, жесткий тип. И это немножко вот слегка отдает Марсам в падении. Знаете, когда Марс в падении, люди обычно начинают выпендриваться, показывать силу. Также и здесь Сатурн настолько доминирует над Венерой, что он хочет полностью забрать доминирование. Он не хочет внутренне признать, что он, ну, как бы благодаря Венере экзальтирует. И с такими людьми я замечаю, что вот они хотят казаться строже. Но все-таки этот Сатурн, да, обладает большей легкостью. И все время вот такое внутреннее противоречие, ты не можешь понять. Этот человек, он все-таки такой строгий и бесприсыпный, или все-таки он мягкий и коммуникабельный. И вот это все в человеке постоянно с одной стороны на другую перескакивает. Да. Сатурн хотел бы быть добрее, но работа такая, а в весах немножко сложная. Да, вот знаете, как будто вот мы видим полицейского, только улыбчивого. И ты думаешь, странно, да? Такой веселый полицейский. Я бы вот так назвал Сатурн в весах. Такой весельчак. Представьте, такого чиновника, да, который такой, как бы не соответствует своему, своим имиджем, именно тем, каким является его статус. Хороший пример, ну там, типа Евдокимов, например. Помните, Евдокимов пошел в политику и он очень хотел все там поменять, такой строгий, но он артист. И вот здесь то же самое. Человек-артист, который играет роль такого строгого, серьезного учителя. И реально вот создается ощущение, что он играет роль. И вот это вот необычное ощущение, вот у меня вот вызывает такой Сатурн. Конечно, в профессиях такие люди должны крупными структурами заниматься, там, в масштабе все изучать, потому что им это будет интересно. Ну и если говорить про женщин и мужчин, то мне кажется, и тем, и другим очень легко подходит это положение. Но, естественно, женщинам нужно больше Венеры. Хотя внешняя строгость, это вот таких женщин называют холодное снаружи, горячее внутри. Да, то есть такая зажигалка, но вот ты видишь, что в ней есть вот эта изюминка, что она снаружи такая строгая учительница, а внутри огонь жара. И в принципе это возбуждает, это неплохо выглядит. Но если она пережмет с Сатурном, то никакой Венеры мы не увидим. Тоже, да? Фишка в чем? Качели. Наверное, потому что Сатурн на весах, поэтому у него тоже там происходят качели, и человек такой вот разносторонний. Женщина полицейский. О, хорошо. Но полицию учат во всех, да, видеть преступников. Вот видите, да? То есть тут вот эта вот внутренняя борьба. Мы вот как раз про эту социальную проблему сегодня поговорим. Раз мы говорим про социальные, да, такие темы. Вот с тем, кто выйдет в эфир. Веселый гробовщик, визажист трупов. Хорошо. Неплохо вас уже так поперло. Про меня говорит снежная королева. Да-да-да-да, дикая кошка. Лед и пламя. Бедный муж. Наверное, все же женщина-судья. Ну, тоже, да. Но все равно, все равно основой является Венера, и мы будем чувствовать, что этот человек мягкий. И ему приходится делать твердые решения, потому что приходится, потому что надо, потому что Сатурн. Ну, Раху, если присоединить, то это вас делает просто непредсказуемой. И тут разум, наоборот, у нас в хаос входит. Венера в Козероге. Ну, похожие есть, да, элементы. Конечно. Улыбчивая старушка. Да, тоже хорошо. Ну, вы поняли, короче, да, вот эту специфику. Давайте, напишите, кто готов выйти. Так. Я-я-я, крошка и... Ну, давайте, крошка и... Знакома. Привет. Привет. Так. Мы с тобой общались. Скажи имя, фамилию. Ватчаева, Ирина. Ирина Ватчаева. Подожди. Ва. Ватчаева. Так, у нас, получается, Сатурн экзальтирует в четвертом доме. Да, то есть это все... Да, сейчас скажу, когда ты, да. Первая, 0-3-е, 83-й год, 13-30, Саранск. Ну, понятно, да, что ты, как бы, за семью тут, четвертый сень. Не 18-й, 13-30. Все правильно, 13-30 у меня так и стоит. А, правильно. Да, у тебя получается, что ты объединяешь четвертый и седьмой дом, то есть у тебя есть традиции семейные, то есть ты можешь быть стабильным человеком в этой области. Сатурн все хочет делать вместе, чтобы, ну, вообще для такого положения идеально какой-нибудь семейный бизнес вообще, да, чтобы все участвовали во всем. Вот. И, конечно же, Сатурн в четвертом идеальная позиция для собственного бизнеса, в любом случае, с семьей он или нет. То есть это прям круто. И у тебя еще, да, Сатурн выходит, то есть седьмой с восьмым связывает. То есть ты глубоко изучаешь, в принципе, тему отношений, глубоко копаешь и масштабно, да, можешь смотреть на вещи. И вообще Венера в экзальтации просто капец. У тебя Венера экзальтированная управляет экзальтированным Сатурном. То есть она у тебя настолько мощная. Вот из того, что мы сегодня проговорили, ты можешь вслух проговорить, какие вещи у тебя откликнулись по вот Сатурну экзальтированному в весах? Что у тебя отложилось? Ну, я бы сказала быт. То есть я довольно строгая в быту. Я очень, как в последнее время, мне было такое, что я меняла недвижимость. И живя в этой недвижимости, я всегда старалась, чтобы было все по-моему. Но, находясь с домочадцами под одной крышей, быть более дипломатичным, скажем так. Что? Вот. Ага, дальше еще. Вот что ты заметила в этом положении? Всегда было стремление, чтобы был мой какой-то дом, недвижимость. Вот. Но в целом все и получилось как бы. А по характеру? Как проявляется твой Сатурн в весах? Как ты это видишь в своем характере? Ну, контроль. Есть контроль. А при взаимодействии всегда приходится сглаживать твой. Ты стараешься быть более милой, чем есть? Добренькой иногда, да? Да. Да. Ну, как мы говорили, да? Веселый полицейский, веселый судья. Да. То есть, когда человек строгий, но как будто это чуть-чуть наносное. То есть, это как будто альтер-эго. Вот. То есть, по сути, ты венерианская, ты такая, ну, мягкая и восприимчивая. Но твое альтер-эго сверху, то, что видят люди, все-таки это Сатурн. Который строгий такой, присматривающийся, да? И вот Сатурн в весах, он создает вот эту вот позицию. Да. Ну, если, допустим, нужно принимать какие-то решения в быту, мне приходится расширить горизонт и применить какое-то средство, там, как сказать, поведение по Венере, чтобы добиться результатов. Вот так бы я сказала. То есть, обходить какие-то углы, вот, но преследуя свою цель по Сатурну, может быть. А вот ты замечала, когда ты заходишь в какой-то коллектив, вот, например, когда человек немасштабно мыслит, он обращает внимание только на одного члена семьи. Ну, например, ты приходишь к подруге и смотришь на нее. Она, например, несчастна. Ну, и ты думаешь, что она несчастна, там, туда-сюда. Или заходишь в коллектив на работу, видишь, что дела не делаются, начальник неправ. Но когда Сатурн в экзальтации, то человек видит всю структуру. Если семья, то сразу смотришь муж, жена, дети, как они вместе, как бы, так общаются. И на работе смотришь сразу коллектив. Верхняя прослойка, средняя, нижняя, как все. У тебя есть такое видение? 3D. Ну, в принципе, есть. Да, есть. Ну, я, ну, я, как бы, стараюсь со стороны это видеть в эту структуру, ну, увидеть какие-то другие углы, чтобы, ну, чтобы, как бы, им дать, допустим, какое-то решение, чтобы помочь им, допустим, ну, допустим, если я к подруге пришла, увидела свое видение, вот. Вот. А она, допустим, судит субъективно, по-своему, у нее свои, например, свои системы жить. Вот. А я вижу, как это, ну, допустим, что ей нужно проще, как бы, сделать. Ну, то есть от субъективизма Сатурн становится более объективным в таком положении, если сравнить его, там, если бы он был в Козероге, то есть здесь широта, да, вот. Ну, слушай, это такое сложное положение, что я не думаю, что ты сейчас еще его до конца раскрыла, это вообще можно раскрывать всю жизнь. Вот. И, ну, как бы, ты что-то это уже видишь, но Сатурн, мы знаем, да, он там после 36-ти начинает уже свои давать плоды какие-то, да. И если уж говорить про сексуальность, то, ну, как бы, я вижу, что ты не распыляешься, там, в эмоциях, в чувствах, и твоя сексуальность скрытная. То есть про твою сексуальность, я так понимаю, знает только твой партнер. И если будут какие-то другие мужчины снаружи, ты не будешь им показывать внешние знаки внимания, просто чтобы убедиться, что ты им нравишься. Да? Да, я для этого, как сказать, слишком, наверное, не испытания, как бы, вот, мне нужно просто... У меня свои требования, можно так сказать. Пока я, допустим, что-то от них не увижу, я не распоряюсь. Вообще, вот, когда я говорил про социальные проблемы, которые появляются в обществе благодаря Сатурну с весами, я думаю, что все вы удивитесь, но идеальный пример, вот, самый идеальный пример вот этого положения – это американцы. Это реально. Вот, у меня вот сколько клиентов, сколько людей живет в Америке, я каждый день слышу, да, вот эти разговоры о том, как там общество устроено. У всех есть вот эта миловидность, улыбки, там хай, там все такое, все хорошо. Неважно, все хорошо или нет, но все гуд, типа. Да, то есть, на лице определенная такая венерианская маска. Как только что-то идет не так, какое-либо отклонение от нормы. То есть, у тебя был любимый сосед, с которым ты там вместе на лужайке, там, с детишками гулял. Ну, как только ты делаешь там музыку погромче, или твоя собака там покакала ему на газон. Все, сразу Венера забывается, все, наступают правила. То есть, у нас есть правила, что вот, вот это нарушение моих личных границ, моих правил. И, естественно, разговор не произойдет через Венеру. Они обращаются к органам власти. И приезжает полиция. Это гипертрофированный вариант, потому что там это, в принципе, много, долго лет происходит. При таком Сатурне просто невозможна коррупция. Потому что он все уравнивает, все должны жить по одним законам. Даже если это мой друг или мой сосед, есть закон, и мы все ему подчиняемся. Нам, конечно, да, вот лунным людям в России это очень сложно понять. Потому что мы, как бы, рассчитываем на то, что правил, по сути, нет. И мы живем реально в свободной стране. То есть, Америка – это псевдо-свободная страна. И называть свободой то, что ты там, ну, как сказать, имеешь миллион ограничений, как полицейское государство, ну, я считаю, что свобода там, знаешь, в чем? В развитии. Там есть все возможности, чтобы стать специалистом, крутое образование. В принципе, если ты настроен на карьеру и заработок, ты полностью там свободен. Но не в плане бытовых норм. Потому что я вот живу в Сочи, и, знаешь, если вот так вот пройтись по Сочи, то вот я живу рядом с центром. Даже здесь люди умудряются прямо рядом, вот кто на первом этаже живет, создавать огороды рядом с домом. То есть, это не их территория. Они ставят там клетки вот такие. И там внутри растут там цветы, огурцы, там еще что-то. То есть, они могут в гаражах строить дома. К гаражу пристраивают второй этаж. И договариваются там с коммунальным этим хозяйством. Потом, я узнал про вот эти железки, которые поднимаются на дороге. То есть, ты подходишь к подъезду, там железка с замком. Пять тысяч, и она твоя. Ты можешь любую территорию выкупить для того, чтобы там припарковаться. Если какое-то правило, да, тебя остановили на дороге, абсолютно с любым полицейским здесь можно договориться. То есть, если говорить про Москву, там очень сложно. Здесь вообще просто. Ну, то есть, вот это, вот прям такое понимание, где Сатурн отсутствует. И я не знаю, почему нашу страну некоторые астрологи назвали сатурнянской. Вообще ее не вижу никакой сатурнянской страной. То есть, у нас, наоборот, недостаток этого Сатурна. Поэтому отсюда получается, что человеческие качества пропадают. Да, Венера, она до определенного времени работает, и человек сам по себе мягкий. Ну, как вот наступает какой-то момент, все переключается, и включается вот эта вот команда, как у военных полицейских чиновников. Это вышло за рамки моих норм. Я буду действовать не от чувств, а от правил. Это даже не от интеллекта. И вот эта жесткая черта Сатурна, она присутствует в таком положении. И поэтому вот в нашей стране это не присуще. У нас все-таки люди хотят понять внутренний мотив человека. То есть, если кто-то кого-то подрезал на дороге, либо еще что-то. Мы не мыслим, типа, так, что все, он подрезал, я звоню в полицию. Я у него спрошу, почему он это сделал. Ну, то есть, ты какого хрена меня подрезал? Если он мне ответит, слушай, чувак, я торопился. Я скажу, ну, окей. Но если он скажет, слушай, а что ты, типа, тут борзеешь? Ну, типа, захотел и подрезал. Меня такой разговор не удовлетворит. Я ему скажу, а не охренел ли ты? То есть, мы от Венеры уже переходим дальше к Сатурну. То есть, здесь есть моральный принцип. Но когда мы смотрим на Запад, то как только твои границы нарушаются, вся мораль исчезает. И вот здесь, как бы, с твоим положением за этим нужно тоже следить. Чтобы твои принципы не стали основой твоего развития в обществе. И на работе, и с друзьями. У тебя бывал момент, что у тебя внутри такое было противоборство? Ну, есть такое. Но я замечаю это состояние, когда мне нужно все время, как сказать, думать об обществе. Вот. В этом плане отстаивать где-то свои интересы не получится просто. Вот я сказала, так сделала, так не получится. То есть, всегда нужно применять что-то и думать нестандартно, а вот именно обходными путями. Кто-то написал, карма у России сатурнянская. Ну, реально, у нас люди такие любят препятствия. Они сатурнянские. А душа лунная. То есть, у нас действительно вот этот сады-сати как будто есть. Вот это можно учесть. Я тоже замечал. Но при этом мы почему-то не соответствуем этому сатурну, который вроде бы как должен быть. Мне мой товарищ рассказал интересную вещь. Один мой друг, бизнесмен. Он был почти во всех штатах. Очень любил Америку. Жил там около 10 лет. Объездил 50 штатов Америки, просто изучая ее. У него там жила родственница. И он ее забрал после одного случая. Всего одного. Как раз там, как победил Сатурн. Он полностью уехал оттуда. Но я ни в коем случае не говорю, что это какая-то там плохая страна, либо еще что-то. Это я просто говорю к теме сегодняшней. Я думаю, что любой человек в любом месте вообще может жить. Все зависит от нас. Я думаю, что в Америке тоже есть разные штаты, разные законы. Там всегда можно найти место, где тебе будет комфортней. Потому что там реально у них настолько все везде разношерстное. И это хорошо. Вот он сказал, что его сестра родная училась в школе. И она начала на некоторых занятиях выражать свое мнение по поводу предмета, урока и темы вообще. То есть как-то раскрывать ее по-своему. Ребята ее не поддержали в группе. Ну там какая-то история была или еще. У меня просто были свои мысли. Учитель сказал директору, что вот эта девочка, она мыслит не так, как все остальные. И ребята ее не поддерживают. Директор поговорил с психологом. И психолог, поработав с ней, сказал, что... Ну вот этому моему другу, а он такой, ну со связями, со всем. Вот, что у вас ребенок, как сказать, против системы идет. Это плохие тенденции в таких младших классах. Поэтому мы хотели бы, чтобы он принимал антидепрессанты и, так скажем, соответствовал. Потому что, когда большинство детей развиваются так, а он мыслит по-другому, то это значит, у него отклонение у ребенка. Его надо устранить. Причем там даже не конфликт был с детьми, а просто у нее вот сочинения, тесты, они просто были другими. И дети начали с ней спорить, что это не должно так быть. Просто в свой взгляд. И она начала везде его показывать. И он сказал, что если кто-то ей там пропишет антидепрессант, он закроет эту школу, поднимет все на уши и дойдет до правительства, чтобы ее вообще стерели с лица земли эту школу. Стерли. Ну, очень он разозлился, забрал ее, уехал и больше не возвращался. Когда он приходил на какие-то собрания, когда он жил на определенной улице, там везде, в каждом месте была определенная коммуна, определенные правила. И если ты что-то хочешь сделать как бы свое, то ты должен обязательно обговорить это со всеми. Вот у нас, если ты на огороде там что-нибудь строишь, всем без разницы. Хоть бассейн, хоть зоопарк заведи. Там такое нельзя. То есть ты должен вот о каждом своем шаге. И если ты отклоняешься, то с тобой, значит, нужно провести работу. И когда вот из шага в шаг он начинал это замечать, ну, он просто перестал доверять этому. И вернулся сюда, и счастливо как бы ему это не подходит. То есть это все зависит от специфики нашей карты. Если у нас больше развита Луна, Венера, да, интуитивные вот эти планеты, то нам больше подходит Азия, Восток, Россия. Если у нас сильный Сатурн или Солнце, достигаторы, да, где люди, которые живут больше по правилам, и Венера с Луной, они такие сильные, то Запад, Америка, Европа – это отличные страны. Там человек себя будет чувствовать комфортно. Поэтому тут речь не идет о том, что плохо, что хорошо. Но я считаю, да, вот этот случай, он, ну, уже за какие-то рамки заходит. И это как бы... Для меня это было странно. Ну вот, то есть вот это там, где победил вот этот Сатурн. И вот эта мораль ушла на другую сторону какую-то, и чаша весов перевесила на вот в сторону правил. Поэтому, если, не дай бог, у нас в школах такое начнется, то, ну, это будет очень грустно. Ну и то же самое, да, я слышу про Германию, в принципе. Ну, поэтому... Я хотела рассказать о случае, если говорить про четвертый дом. Я жила под одной крышей с сатурнянцем, и взаимодействуя с ним, мне приходилось быть, ну, супер гибкой. Я от него очень многое видела вот это вот и в себе, и в нем, и как бы кто из нас, допустим, в доме главный, кто чем управляет. Вот, и он даже научился быть гибким, вот, быть гибким, лояльным, дипломатичным. И мы на этом даже, как бы, ну, встроили какой-то быт свой. Ну, и если, если сравниваясь с другими случаями, допустим, во взаимодействии, то я бы сказала, все время возвращалась назад, вспоминая вот это вот видение, и мне гораздо проще уже было после взаимодействия с Сатурном. Ну, вот так. Ну, да, поэтому тут, да, я тоже в Германии не один раз был. Комфортно, классно, там кустики, все подстрижены, но для моей луны в раке, это если мне будет там когда 70, может быть, меня заинтересует эта страна. Но не в свой возраст, там вот реально тебе кажется, что ты старый. Там все очень так медленно вообще, все так правильно. Я, наоборот, люблю, когда можно что-то где-то, правила эти нарушить каким-то образом. Ну, то есть это вот мое восприятие. Если ты не вредишь другим в этот момент, то ты можешь действовать хоть по какой стратегии. Главное, что ты не нарушаешь права других людей. Если ты никому не навредил, то ты можешь нарушать правила. Хреново, когда ты нарушаешь правила так, что ты мешаешь другим людям. Вот это, конечно, не очень. Поэтому вот здесь нужна какая-то такая серединка. Так же и в парковках. Ну, как бы я паркуюсь хреново. Я, бывает, в таких местах машину оставляю. Но я делаю это так, чтобы ни в коем случае не прижать кого-то, чтобы все могли выехать. И у меня реально, я когда выхожу, я много раз осматриваю ее, перепарковываю. Никого или я не перекрыл. Но место само по себе может быть просто криминальным. То есть это в каких-нибудь кустах, чуть-чуть на бордюр. Ну, короче, в Сочи это распространено. Но я все равно слежу за этим. То есть вот как бы такая... А если бы это было бы в Америке, мне бы уж такой штраф выписали за то, как я паркуюсь. Это было бы просто капец. У меня бы эвакуаторы просто работали, я не знаю. Ну вот. Поэтому, слушай, спасибо. Я был рад, что ты поделилась. И у нас, видишь, какой интересный разговор получился. Я думаю, это будет полезно. Спасибо. До встречи. Короче, выводы сами делайте. Мое мнение субъективно. У меня Луна в раке, я мыслю со своей колокольни. Поэтому тут как бы сами пропускаете через свой фильтр. Я, конечно, стараюсь быть объективным, но мне это сложно. Потому что меня все равно на чашу весов тянет в сторону Луны и Венеры. И вот этих вот законов женских планет, чем мужских. Поэтому это пронизывает вот все мое мышление. То есть мне, Америка, Германия – страны, которые я не понимаю. И они никогда для меня не были каким-то суперпримером, к которому стремиться стоит. То есть мне больше нравится Сингапур, Бали. Ну то есть вот цивилизованная Азия, так скажем, где есть и развитая инфраструктура, и чтобы была какая-то духовность. Конечно, когда там вообще все такое неандертальское, мне это тоже не очень нравится. Поэтому тут вы уже сами от своих планет смотрите, что вам близко. Но я еще люблю древнюю культуру, и мне вот эти молодые страны, они тоже не сильно интересны. Я хочу, чтобы там был какой-то источник силы, какая-то история. Меня это больше привлекает. Мне нравились островные США, но сердце осталось в Индии. Поэтому выбирайте каждый сам. Сейчас можно жить где угодно. Ну не прямо сейчас, я скажу, в сложности. Ну есть время подумать, пока не откроют границы. Куда бы нам хотелось перебраться и жить там, где нравится. Но мне Россия очень нравится на самом деле. Здесь сочетание как раз вот Россия плюс Сочи, Юг. Вроде бы все есть. Можно только так на острова летать для смены обстановки. Но мне настолько нравятся русские люди. Вот наш язык, глубина этого общения. Вот эта непредсказуемость. Да, и... Ну не знаю, я когда ездил в Европу, я этого не увидел в людях. Да, вот этого энтузиазма. Что-нибудь такое, пошалить немножко как-то вот. Мне в Европе очень всегда нравилось нарушать правила или какие-то каверзные вопросы задавать, чтобы просто народ расчехлить. Не знаю, поугарать хочется. Не знаю, повеселиться как-то. Но когда я это делал с европейцами, они, короче, не понимали юмора. А если человек не понимает юмора, то для меня это конец. Это значит, что я не смогу вообще с ним взаимодействовать. То есть для меня вот первый принцип взаимодействия, если оба понимают шутки друг друга, это какой-то тонкий сигнал на уровне космоса, когда вы вместе можете шутить. А когда юмор у человека устроен по-другому, то, ну, блин, это вообще как жить-то вообще? Как взаимодействовать? Для меня это вот очень сложно. Да. В Европе только в Португалии и Греции дышалось легко. Очень Испания мне понравилась. Настолько открытые люди там, потрясающие. Вот я ее еще отметил. И тоже ее так присматриваю, может быть, да, для жизни. Но надо там пожить подольше. Так что интересно. Совместимость по юмору, да. Ну все, тогда на следующей неделе у нас уже там Скорпион пойдет. Так что сегодня, по-моему, неплохо получилось. Есть о чем подумать. Всем до новых встреч. Спасибо. Спасибо.